Добрый вечер, Семикаракорс Добрый вечер, Семикаракорск Добрый вечер, Семикаракорс Артур, посвящаю тебя в рыцаре. Что вы делаете? В рыцаре посвящаю. Кто ж так делает? Ну, у меня меча нет, посвящаю тебе. А теперь, друзья, представьте, на трассе Ростов-Москва. Михалыч! Что? Смотри, на бочень у путаны. Развлечемся? Давай. Дави их, дави их, дави их! А теперь, дорогие друзья, представьте, «Терминатор» попал немного не в то время. Ева, да хватит яблоки там жрать! Ё-моё, а сколько деревья пожрало уже? Мне нужна твоя одежда. А, да забирай, мне эта одежда хрен вот тут. Дорогие друзья, а теперь представьте, обычный случай в магазине. Папа, 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 купи мне игрушку, купи игрушку, напомню. Сынок, послушай меня, сынок. Как бы тебе мягко так сказать, это магазин для взрослых. О чем это делаем? Но я, если честно, не очень тебя ожидал здесь увидеть, маме только не говори. Ну, купи игрушку, напомню. Друзья, всем знакома ситуация, когда вы впервые находили ту самую запретную видеокассету в спальне у родителей. Сынок, нам надо с тобой поговорить. Закрой дверь! Сынок, как у тебя дела в школе? Не так, как в школьницах 5 и в школьницах 6. Я теперь знаю, почему мама все время бросит форму моих одноклассниц. Ну, сынок, пойми, есть мужчины, есть женщины. Они встречаются, влюбляются. Папа, я видел глаза этого мужика, он ее не любит. Почему именно на русалочку записали? Мы наверху лежали, извините. А теперь апогей нашего выступления. Проверочная комиссия в зоопарке города Гуково. Здравствуйте, ну давайте посмотрим, что у вас тут есть. Так, это у вас что, черепаха? Ну да. А что это у вас, у черепахи глаза грустные? Она не смогла расколоть орехи. Вы хотите сказать, черепаха колол орехи? Нет, я колол, давайте дальше. А вот это у вас что, енот полоскут? Это енот полобол, он только говорит, что полоскать. На самом деле, ни хрена он там не делает. Давайте дальше. А вот то у вас кто стоит? А это слон. А почему у слона такой маленький хобот? А потому что вода в фонтанчике холодная. Давайте, может, пройдем в террариум, посмотрим на каких-нибудь гадов. А пойдемте лучше в бухгалтерию. Есть там одна гадюка, Наталья Петровна зовут. Айдемте. Сейчас на пост президента Российской Федерации может баллотироваться абсолютно любой человек. Итак, представьте, один из таких кандидатов на встрече. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях Сергей Петров, член партии «Нормальная Россия». Сергей, вы решили баллотироваться в президенты? А, ну если нет, я тогда пойду, а. Да стойте куда вы, сядь. А, да, да. Ну наверняка, что у вас есть какая-нибудь предвыборная программа. Нет, нету. То есть вы решили баллотироваться без предвыборной программы? Прикинь. Так, ладно, допустим, вы набрали определенное количество голосов. Вы стали президентом. Ну да. Какие реформы вы будете проводить? А, ну чтобы баллотироваться можно было без предвыборной программы. Это понятно. А для народа? А, ну чтобы нормально было. Ну там приезжаешь, и нормально. Потом уезжаешь, и вроде ничего так. Потом опять приезжаешь, и опять нормально. Ну как в телевизоре показывать. Понятно. А там студенты, пенсионеры. Студентам пенсионеров, пенсионерам студентов. Пусть там сами как-нибудь разберутся. Не чужие же люди. Я не знаю. Вот, допустим, вы стали президентом. Что вы первое сделаете? А, войну Турции объявляем. Как так? Не мсти, выиграем. Ну, Сергей, спасибо за столь откровенный разговор. Ну ты там это, позвони, скажи. Да-да, нет-нет. Хорошо, хорошо. Я там натоптал, а? Пойди уже. А закончить свое выступление хотелось бы загадкой. Коля подарил своей девушке Маше подарок на две тысячи рублей. А съел за праздничным столом на тысячу рублей. Вопрос. Если утром Коля проснулся с подругой Машей, считается, что она купил подарок? С вами была команда Ковенцапа и Клаб. Спасибо из Ростова с любовью.